Привет! Сегодня я дам несколько советов начинающим диджитал-художникам. Я надеюсь, что они вам помогут, поскольку на самом-то деле это не так, чтобы очень популярные советы. Но лично по моему опыту, узная о всех этих вещах, они тебе помогают в дальнейшем закончить рисунок быстрее, без проблем и сделать его лучше. Итак, первый пункт. Работай над своим скетчем. Что я имею в виду? Я не призываю всех абсолютно рисовать точно такой же подробный скетч, как это делаю я, потому что это занимает очень много времени. И вряд ли вы когда-нибудь увидите, как я рисую свой скетч от начала и до конца, потому что иногда это занимает даже несколько дней. Я имею в виду, прорабатывайте примерно, что у вас вообще будет находиться в рисунке. По своему личному опыту я знаю то, что иногда хочется быстрее начать рисовать какой-то конкретный элемент, а про другой забываешь вообще. К примеру, тебе очень нравится рисовать лица, но ты решил рисовать персонажа по пояс, и тебе нужно решить, как будут выглядеть твои руки. Тебе нравится, как выглядит тело, плечи, все остальное, но с руками ты не определился, не поставил их в нужную позу и так далее. Ты думаешь, ну верх у меня выглядит хорошо, да и талия вроде как норм. Начну рисовать, потом разберусь. Начинаешь все вырисовывать, делать line art, возможно даже заливку, и потом понимаешь на одном из этапов то, что у тебя руки никуда не приходят. И единственное, что остается, это просто завести их за спину. Это не есть хорошая тактика, потому что сразу будет видно на рисунке элемент, который ты банально не проработал и не продумал. То же самое относится к правому глазу, который закрывает челкой. Тут мы медленно подбираемся ко второму пункту. Используйте референсы. Да, наверное, звучит очень странно, потому что некоторые дико бомбят, когда кто-то использует референсы. Но поверьте, это хорошо, потому что если вы начинающий художник, вряд ли вы знаете, как правильно ставить руку и сколько вообще там пальцев. И очень часто я вижу рисунки, на которых правая рука левая, а левая правая, и вообще происходит непонятно что. Пальцы сломаны, руки сломаны. Для того, чтобы не было подобных проблем, используйте референсы. Если вы рисуете человека, банально, и не хотите использовать чужие рисунки, используйте себя. Делайте фотографии самого себя. Ставьте свой телефон напротив монитора, вернее, перед монитором. Ну так, чтобы вы его видели, в общем. Или скидывайте фотографии на свой рабочий стол, не знаю, как вам будет удобнее. И ориентируйтесь на позу, которую вы выбрали и которую вы сфотографировали. Таким образом вы сможете избежать проблем. Референсы используются не только для того, чтобы понять, как правильно поставить персонажа или как выглядит окружение. Также вы можете использовать референсы для того, чтобы подобрать цвета. Опять же, многие начинающие художники не совсем правильно подбирают цвета, выбирая токсичные, либо наоборот слишком серые. Это, конечно, все хорошо. Их можно сочетать красиво, так что рисунок приобретает какую-то атмосферу. Но многие делают это неверно. Либо злоупотребляя цветами, либо наоборот не давая слишком много контрастности. Я вам советую перед началом вашего рисунка, примерно, конечно, нужно заранее продумать, какого цвета будут волосы персонажа или одежда. Но для того, чтобы найти правильный оттенок, создайте себе отдельный слой или холст в программе, в которой вы работаете. Я имею в виду в графической программе. Туда покопируйте рисунки художников, которые вам нравятся. Ну или конкретно рисунки, которые вам нравятся. И примерно в каких тонах вы хотите видеть свой рисунок. И берите цвета либо оттуда, либо пытайтесь подбирать на палитре примерно такой же оттенок. Иногда бывает, что ты сам подбираешь цвета для своей картинки, и потом получается, что ты перекидываешь ту же самую работу себе на телефон и видишь уже ее в совсем других цветах. Я намучилась с этой проблемой, поэтому я взяла несколько работ нескольких моих любимых художников. И просто пипеточкой повыбирала цвета, которые мне нравятся. Следующее. О, спасибо тебе, Вселенная, за это. Слои. Слои и папки. Это очень важная штучка в любой программе графического художника. Главное в них не утонуть и использовать их с умом. Сейчас я вам расскажу, как это сделать. На самом деле слои очень и очень полезны. Начну, наверное, с азов. Поговорим, наверное, больше про лайн-арт. Делайте несколько слоев. К примеру, вы рисуете лицо на одном слое, волосы на другом. Как только вы понимаете, что оба этих элемента выглядят хорошо вместе, ничто ни на что не заходит и стерли все, что вам не нужно, соединяйте эти два слоя, создавайте еще один и идите рисовать там глаза или одежду, или руки. Следующее. После создания лайн-арта попытайтесь полностью набросать цвета по слоям на своего персонажа. Пытайтесь не допускать такого момента, когда, к примеру, нога и прилегающая к ней юбка, цвет на них находится на одном слое. Когда вы будете красить ногу персонажа, цвет с нее будет иногда перепадать на юбку, и вы задолбитесь каждый раз стирать с юбки ненужной фиолетовой. Делайте отдельные слои для отдельных элементов своей работы. К примеру, для ног, для кожи один слой, для отдельных элементов одежды один слой, для мелких каких-нибудь деталей, типа бусинок, заколочек, резинок, еще один слой и так далее и тому подобное. Следующее. Вы можете называть ваши слои, все ваши слои, и работать с тысячами из них, не добавляя их в папки. Но тогда велика вероятность, что вы банально в них утонете. Я советую вам создавать папочки и раскладывать в них слои. Это то, как делаю лично я, и то, как мне удобно это делать. Тогда на вашем столе будет порядок, вы будете знать, что где находится. И вместо того, чтобы называть каждый слой тысячи имен, к примеру, юбка-покрас, юбка-свет, юбка-тень, у вас будет просто одна папка, юбка. В этой папочке будет находиться слой юбки с отдельным покрасом, сверху будет находиться, к примеру, тень, свет, потом еще какие-то элементы. Так вы, скорее всего, не запутаетесь. И, наверное, последний мой совет на сегодня. Отдыхайте. Не работайте слишком долго над рисунком. Что я имею в виду? Когда вы сидите уже четвертый час над своим артом и рисуете его, то у вас, наверное, будет создаваться впечатление, как будто ваши пальцы немеют, глаза дубеют и вообще взгляд замылен. И тогда ваш мозг будет думать не о том, как красивше сделать вашу картинку, а как быстрее бы ее закончить и вылить куда-нибудь в Инстаграм или ВКонтакте, чтобы все посмотрели и паукали, как у вас классно получается. Ваша картинка будет выглядеть гораздо лучше, если вы на каждом из этапов ее прорисовки будете давать себе время отдохнуть. Хотя бы один часик. Я сама по себе знаю, как иногда хочется быстрее закончить картинку, и вроде бы как процесс тоже нравится, но устаешь и быстрее хочешь ее закончить. Это не совсем правильная тактика и подход. Давайте в своей работе немножко полежать. Если вы будете делать хотя бы час перерыва между каждым из этапов прорисовки своей работы, а над этапами я имею в виду скетч, лайн арт, заливка просто цветом и подробный калоринг. Если вы будете делать часик перерыва между каждым из этих этапов, то ваша работа будет лучше, потому что после этого часа отдыха вы будете приходить, свежим взглядом смотреть на свой рисуночек и понимать, что вы сделали не так, а что наоборот хорошо получилось. И добавлять только хорошие элементы. Помните, Мону и Лизу нарисовали не за 4 часа. И как видите, это шедевр. Так что попытайтесь быть как да Винчи. Некуда спешить. Когда вы работаете с картиночкой, конечно, очень важно не переборщить с цветами и том подобным. Об этом мы поговорим позже. Но также не стоит никуда спешить. Мало того, сидеть за компьютером очень долго тоже не полезно. Если у вас тем более еще и зрение минусовое, так это вдвойне не полезно. Даже если вы художник. А вот насчет переборщить сейчас поясню. На самом деле у меня было пару раз, когда я рисовала рисуночек, и мне он прям очень нравился. Но у меня внутри было ощущение, как будто мне еще недостаточно. Я не нарисовалась. Мне нравится, как выглядит рисунок. Но я хочу порисовать еще. Это первый звоночек, к которому нужно прислушаться. Если вы понимаете, что работа вышла хорошо, и все элементы, которые вы хотели закончить, закончены, и добавить вам больше нечего, не нужно через силу все выдумывать и придумывать. Вы можете переборщить и сделать только хуже. Если уж вы решили что-нибудь добавить, то делайте это в отдельной папочке на отдельном слое. Создайте эту папочку и назовите ее, к примеру, эксперимент. И там уже играйте, добавляйте какие-то цвета, элементы и тому подобное. Потому что если вы будете делать все это на основных слоях, на которых вы раньше работали, то все может пойти к чертям собачьим. Создайте эту папочку, поработайте, поиграйтесь в ней. Потом посмотрите, возможно, вы действительно добавите что-то лучше, по вашему мнению. Возможно, нет. Что ж, я думаю, на этом все. Я буду рада, если вам хоть немножечко помогут эти советы. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Руки вверх, пальчик вверх. Подписывайтесь на меня в инстаграм. Там вы сможете увидеть все мои работы, спидпейнт, которые вы видите на фоне в хорошем качестве. Посмотреть, опять же, три этапа прорисовки. И, возможно, проанализировать или взять в качестве референса. Было бы забавно. Спасибо вам большое еще раз. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok